Добрый день! Я рада вас приветствовать в эфире. Мы сегодня с вами будем разговаривать о том, как подготовиться не летом, или иначе говоря, что же делать сейчас, чтобы осенью и в новом учебном году увеличить свой доход. Меня зовут Ирина Чегринская. Я преподаватель математики в среднем старшем звене. В школе SkySmart уже в течение трех лет я не только преподаю математику, но и долгое время работала в отделе обучения преподавателей. Являюсь автором-спикером экзаменационных курсов ОГЭ и ГЭП по математике 2021 года. Долгое время вела воркшопы для преподавателей, но поняла, что работать с детьми мне приносит больше удовольствия и сейчас занимаюсь непосредственно этим. Согласитесь, что лето — это то время, когда каждый из нас может как раз уделить время своему саморазвитию. Появляются временно какие-то увлечения, личные дела. В учебном году мы движемся в каком-то сумасшедшем ритме в силу того, что много учеников, очень большая загруженность у многих из нас и у преподавателей SkySmart, у репетиторов, у преподавателей в общеобразовательных школах. И лето — это как раз потрясающая возможность, чтобы развить свои психологические навыки и, опять же, увеличить благодаря этому доход в новом учебном году. Сегодня я хочу с вами поделиться несколькими идеями. Часть из них уже я пробовала на своей практике, а часть из них как раз хочу внедрить этим летом. Первая идея — это как раз-таки то, чем я занимала долгое время. Это подготовка учеников к экзаменам ОГЭ и ГЭП. Многие начинающие преподаватели беспокоятся, переживают, что это большая ответственность, готовят ребят к экзаменам. Да, это несомненно так. Но, опять же, делюсь личным опытом, что если вы уверены в своей подготовке, то ребятам эта уверенность тоже передается. И здесь, на самом деле, в SkySmart это является одним из наиболее популярных направлений именно подготовка к ОГЭ и ГЭП, причем по разным метам, не только по математике, но, к примеру, по физике, по обществознанию, по русскому языку, по другим дисциплинам, по английскому. И как раз-таки лето — это подходящее время, чтобы начать изучать структуру экзамена, чтобы рассмотреть прототипы заданий, ознакомиться с демоверсиями. Здесь есть несколько советов, с чего начать. Если вас заинтересует эта тема, это, на самом деле, достаточно прибыльная, скажем так, отрасль нашей работы. Не буду скрывать, что и оплата в 10-11 классах тоже выше, вознаграждение выше. И здесь, в первую очередь, с чего я бы начала работу, с чего я, собственно, и начала эту работу, изучите сайт FIPI по тому предмету, который преподаете. Сейчас он уже достаточно удобно сделан. Есть демоверсии, спецификаторы, кодификаторы. Есть банк заданий, причем банк заданий во многих предметах структурирован. Это я не про математику. В математике слишком большая база этих прототипов, поэтому пока там немного хаотично. Но, к примеру, ребята, мои ученики делились, что в английском. Потрясающе удобный сайт FIPI. И здесь, опять же, стоит рассмотреть, поинтересоваться, какие прототипные задания встречаются. Далее составить себе план тех заданий, которые вы хотите разобрать отдельно, которые хотите объяснить сами себе, составить какую-то структуру, какие-то методические наработки, разобрать прототипы. Для преподавателей SkySmart все еще проще. У нас есть потрясающий каталог уроков, где все уроки структурированы, опять же, по выбранному курсу. То есть вы можете выбрать, к примеру, 9 класс, подготовка к УГ на 3 или подготовка к ОГ. И у вас высветятся полностью уроки, где есть и прототипы заданий, и решения этих заданий, и методические подсказки, и вся, в принципе, необходимая теория, которая нужна для освоения данного курса. Кстати, хочу напомнить, что в таком случае, если вы решили преподавать SkySmart, стоит поторопиться, в силу того, что у нас в конце августа будет несложная аттестация для преподавателей 9-11 классов, которая даст возможность как раз-таки открыть набор в старший класс 9-10-11 аттестацию, и я проходила, и я ее создавала в прошлом летом. Она несложная, сейчас аттестация немного видоизменилась, но, тем не менее, она будет достаточно просто ее пройти любому преподавателю, который готов обучать экзаменам ОГЭГ. Она будет в конце августа, и, я думаю, мы подробнее об этом расскажем позже. Также следующая идея, которую хочется поделиться, это изучить основы тайм-менеджмента. Все начинающие преподаватели сталкиваются с такой сложностью, что когда мы открываем набор учеников, то не всегда легко сразу выстроить личные границы, не всегда легко перестать отвечать родителям в 10 вечера, к примеру, не всегда удобно вести какие-то списки дел, когда слишком много нагрузки, когда нужно запомнить все, что вы пообещали ученику к следующему уроку или о чем вы разговаривали с родителем, как выстроить грамотно свое расписание, чтобы оставалось время выпить чашку чая, чтобы оставалось время поговорить с близкими, родными, просто полежать с закрытыми глазами. Это тоже нужно. Мы много разговариваем в течение рабочего дня, и такие паузы, они просто необходимы. И здесь хочу поделиться одной из своих любимых настольных книг. Это книга Кевина Круза «15 секретов управления временем». Легкая книга, у нее очень легкий слог. Многие идеи достаточно популярны, но есть идеи, которые на самом деле цепляют. Я рекомендую ознакомиться с ней. Здесь эта книга написана о том, как успешные люди управляют своим временем, как они организуют свое рабочее пространство. Они делятся не только секретами успеха, но и какими-то обыденными мелочами, которые помогают им двигаться дальше, успевать больше и в целом верно распределять свое рабочее время. Еще следующая книга, я ее читала как раз-таки, когда организовывала курсы для преподавателей, это «Пожиратели времени». Автор Александр Фридман. И книга, она написана для менеджеров, она написана скорее для руководителей, каких-то отделов, руководителей больших проектов. Но здесь каждый человек, и преподаватель, и учитель, он сможет найти там полезную для себя информацию. Тоже слог достаточно простой. Книга небольшая, она читается достаточно быстро, легко. И здесь несколько таких противоречивых моментов. Не буду вдаваться в подробности, чтобы не давать спойлеров. Но на самом деле книга заслуживает внимания, так что тоже рекомендую с ней ознакомиться. Также хочу поделиться идеей. Совсем недавно прочитала эту книгу. Она очень популярная, про нее многие слышали. На ее основе есть несколько, опять же, структур, как наладить свой режим работы. Эта книга «Как привести дела в порядок» Дэвида Аллена. Она переведена очень на многие языки. По-моему, что-то более 20 языков мира. Книга переведена на более чем 20 языков. Хотя книга в каком-то смысле, она противоречит основам тайм-менеджмента, каким-то его законам. Но от этого она становится еще интереснее. Очень много наград в этой книге. Опять же, нестандартные мысли. Если вы любите какой-то момент противоречия, то тоже рекомендую прочитать. Я несколько раз ее закрывала, потом открывала снова, но она интересная. И, наверное, стоит с ней ознакомиться, если вы действительно хотите наладить режим работы, понять, какие вам нужны перерывы, сколько часов в день вам комфортно работать. Опять же, для чего это нужно? Вы сами выстроите свой рабочий график, так, чтобы не уставать. Соответственно, ваш доход будет расти в силу того, что вы сможете немного увеличить нагрузку или, наоборот, распределить время так, чтобы у вас оставалось время на какие-то любимые занятия, хобби. А согласитесь, нет никого счастливее, чем человек, который занят любимым делом, да еще и время грамотно распределяет. Следующая идея – это совершенно старое направление, не думаю, что открою здесь какие-то секреты, это подготовка к олимпиадным курсам и новым направлениям. Сразу скажу про новые направления. К примеру, одним из сейчас набирающих популярность направлений является математическая вертикаль. Это курс, который разработан для седьмых-девятых классов. Тоже популярный проект. Он еще не во многих школах присутствует, но тем не менее сейчас, но опять же говорю про математику, многим ребятам это направление интересно. И родители ищут профессиональных педагогов, которые тоже уже работают в этой сфере. Помимо этого, это проведение олимпиад, подготовка учеников к олимпиадам. Здесь это касается не только преподавателей дополнительного образования, но и для учителей общеобразовательных школ. Мы знаем, что призовые места, победы учеников в международных и всероссийских олимпиадах позволяют добавлять баллы к аттестации для повышения категории. Тоже прекрасная возможность, чтобы повысить свою категорию. Прекрасная возможность, чтобы участвовать в каких-либо конкурсах для учителей, для преподавателей. Тем более, что многие ребята всерьез воспринимают олимпиаду как возможность поступить в престижные вузы, поступить в вузы, в которые они мечтают пройти. Топовые вузы, как МГУ, СППГУ, к примеру, это те вузы, которыми интересовалась я. Те вузы, в которые поступают мои ученики, они, опять же, набирают учеников, которые выиграли или стали призерами всероссийских олимпиад, к примеру. Такие олимпиады популярны, как Высшая проба, Московская олимпиада школьников. Они позволяют победителям, призерам поступать, победителям вне конкурса, а призерам дают 100 баллов по выбранному экзамену. То есть, там, к примеру, победили по математике, соответственно, вместо ЕГЭ по математике, насколько помню, если набрано не менее 75 баллов по выбранному ЕГЭ, то здесь, опять же, есть возможность эти 75 баллов условно перевести в 100 баллов в европе олимпиаде. И, ну, пожалуй, что 25 баллов – это громадная разница, тем более, когда речь идет о поступлении в топовый вуз. Не стоит пренебрегать этой возможностью. Кстати, совсем недавно был эфир, тоже потрясающий, моего коллеги Дмитрия Власова, и он тоже немного в ином ключе рассказывал про олимпиады. Пролистайте немного вниз историю видеозаписей, и там тоже найдете, посмотрите с удовольствием. Многие олимпиады, их можно, опять же, список найти на сайте любого вуза. Из тех, которые наиболее популярны, наиболее востребованы учениками, наиболее востребованы в различных топовых вузах – это высшие пробы Московской олимпиады школьников, турниры имени Ломоносова и олимпиады школьников из тех. Это, опять же, те, которые знаю я, потому что они связаны с моим направлением, соответственно, я к ним и готовлю ребят. Если есть необходимость, я готова каждую из этих тем раскрыть более подробно, опять же, и про тайм-менеджмент, и про ОГЭГ, как стать преподавателем ОГЭГ, как попасть в SkySmart по этим направлениям. И, опять же, про подготовку к олимпиадам. Тоже много интересных мыслей, которыми хочется поделиться. Но это еще не все идеи. Это все я уже внедрила в свою работу. На самом деле доход растет, и растет профессиональный уровень. Поэтому это, несомненно, радует и меня, и учеников. Тем более, что многие ученики развиваются вместе с вами. К примеру, они приходят в шестом-седьмом классе к нам и уходят уже в одиннадцатом-девятом классе, заканчивают успешные экзамены. И это повод гордиться не только ими, но и собой, как преподавателем, как наставником. Поэтому тоже рекомендую расширять спектр своих возможностей, своих педагогических навыков. Дальше еще одной из хороших идей является наработка своих методических материалов. Это то, чем я занимаюсь этим летом. Во-первых, на многих сайтах можно не только публиковать свои работы, но и продавать их. И лето – это чудесное время, чтобы создать вот эту методическую копилку. Опять же, дело не только в том, чтобы делиться этим материалом. Вы можете их нарабатывать для себя. Опять же, делать какие-то квесты, делать какие-то квизы. Тоже есть много идей. Оставляйте комментарии, если вам интересно. Мы, опять же, подготовим эфир, пост в том формате, в котором вам будет удобнее воспринимать информацию. Методическая копилка, опять же, повторюсь, включает не только какие-то нестандартные уроки. Опять же, она важна для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. К примеру, если вы давно откладывали разбор задания. Опять повторюсь про математику, например, с параметром из ЕГЭ. Это самое время, чтобы с ним окончательно разобраться, создать какую-то копилку популярных прототипных задач с их решениями. Если вам не давались, к примеру, какие-то темы по вашему предмету, опять же, сейчас у нас есть потрясающая возможность, пока летом не такая высокая рабочая нагрузка, рассмотреть, что еще необходимо знать, чтобы чувствовать себя увереннее в подготовке к экзаменам, в подготовке к Олимпиадам. Поэтому создавайте методические копилки, делитесь с нами. У нас, опять же, есть потрясающая возможность делиться методическими материалами друг с другом, получать за это сертификаты. Продестайте страничку наших социальных сетей, там про это написано подробнее. Ну и раз уж мы коснулись социальных сетей, то следующей идеей будет ведение блога. Не секрет, что сейчас мы действительно большинство услуг выбираем через социальные сети. Опять же, мастера маникюра, какие-то места в нашем городе, то есть места отдыха в нашем городе и так далее. Мы все это смотрим через социальные сети, узнаем прайс, узнаем, чем это место примечательно. И с преподавателями, которые хотят найти учеников для частных уроков. Опять же, социальные сети – это очень хорошая реклама, это место развития, где вы можете показать, на что вы способны, можете делиться идеями, можете, опять же, вдохновлять других учителей, вдохновлять учеников. В SkySmart нет необходимости искать учеников, то есть у нас действует целая команда, которая подбирает учеников для каждого преподавателя в зависимости от курса выбранного, в зависимости от возраста, с которым преподаватель хочет работать. Это тоже достаточно интересно, это упрощает работу. И для того, чтобы подбирать вам подходящих учеников, работает целый отдел. Но, опять же, влог полезен не только тем, кто хочет найти учеников, а кто просто хочет делиться мыслями. Я уверена, что у каждого из нас есть какие-то идеи, какие-то наработки, которыми хочется поделиться, их ни в коем случае нельзя прятать. Мы коллеги, и мы должны друг друга поддерживать, повышать уровень образования. И также, вот еще забыла сказать про SkySmart, что у вас есть возможность приглашать и своих учеников, чтобы работать на платформе. Когда вы приходите к нам работать, ребята также могут прийти в нашу школу и работать именно с вами. Здесь, опять же, повторюсь, что платформа, она очень удобна, и у вас не будет необходимости искать учеников, поэтому блог можно просто вести для души. Если вам хочется, чтобы мы раскрыли какую-то из тем подробнее, то оставляйте комментарии, пишите, в каком формате вам хотелось бы, или в формате видео, как сейчас, или в формате текстового поста. Еще много интересных идей, которыми хочется поделиться. Я буду очень рада вашим идеям, буду читать все-все комментарии, которые вы ставите под этим видео. Я хочу поблагодарить вас за внимание, за то, что оставались. Со мной на протяжении этого эфира. И большое спасибо. До новых встреч. Буду очень рада встретиться вновь с вами в прямых эфирах, в стримах, читать ваши реакции на посты, читать ваши реакции под постами моих замечательных коллег. Поэтому благодарю за внимание и до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!